Всем привет! Да, я все чаще появляюсь на экране в жилете, не потому что следую моде Анатолия Вассермана, но просто в комнате холодно, поэтому я сижу в жилете. Это моя домашняя одежда. Сегодня обзор вдруг родился, вернее сейчас на ваших глазах, родится видео обзор программы звукозаписи BandLab Cakewalk. Сначала я расскажу небольшую историю этой программы, а потом поделюсь своим впечатлением о ней, и заодно расскажу о том, что может дать эта программа музыкантам, звукорежиссерам и так далее. И покажу на некоторых примерах. Вот не зря там сзади стоит гитара. Cakewalk, многим она более известна под именем Sonara. Корни Cakewalk лежат в 90-х годах, когда эта программа родилась еще под систему MS-DOS. Потом она эволюционировала под систему Windows, где я в конце 98-го года и познакомился с Cakewalk. Сейчас существует множество программ, относящихся к классу DAW, Digital Audio Workstation, то есть программы, в которых можно записывать как живые инструменты, так и писать на компьютере какую-либо музыку при помощи синтезаторов, как виртуальных, так и реальных, подключенных при помощи кабелей компьютера. Вот это называется DAW, такая программа. DAW составляет программную основу любой студии звукозаписи. К DAW относятся программы вроде Cubase, Nuendo, Acid Pro, ProTools, Sonar, Reaper, Ardor и многие другие. Когда в конце 90-х возник Sonar, тогда еще под систему MS-DOS, программ класса DAW существовало очень мало. Их было мало и в конце 90-х, и в начале нулевых. Я познакомился с Cakewalk в конце 90-х годов. В 98-м году тогда сначала я работал в такой DAW. Тогда мы вообще словом DAW не пользовались, а говорили секвенсор. Хотя это не совсем правильно, потому что слово секвенсор относится просто к многоканальной программе для работы с MIDI-партиями. И я тогда начал свою звукорежиссерскую деятельность с такой программой, как Digital Adjustrator Pro. И параллельно с этим познакомился с Cakewalk. Разница между Digital Adjustrator Pro и Cakewalk была очень ощутимой. Digital Adjustrator Pro умел очень классную вещь, то, чего не мог делать Cakewalk. Digital Adjustrator Pro мог рендерить MIDI-партии напрямую в Valve. А Cakewalk этого не умел и приходилось при помощи кабеля соединять выход звуковой карты с линейным входом и запускать на запись. Но я сделал выбор в пользу вроде бы менее удобного в чем-то Cakewalk, потому что Cakewalk был удобен во всем остальном. К тому же в нем замечательно просто было работать с тогдашней, с популярной тогда технологией SoundFonds. Она и сейчас используется, причем в том же Cakewalk и не только в нем. Широко популярна она в Linux. Но тогда, в 90-е технология SoundFonds имела совсем другое воплощение. Аппаратное. Звуковые карты от компании Creative имели свою оперативную память, куда загружались звуковые банки, наборы инструментов. Вот эти вот наборы инструментов и назывались SoundFonds, звуковые шрифты. И Cakewalk позволял удобно загружать эти звуковые шрифты в память, оперативную звуковой карты и использовать их в качестве инструментов. И так я надолго подсел на Cakewalk. Это была очень удобная, вообще во всех отношениях удобная, приятная программа. Вот послушайте фрагмент композиции, который написан на мной как раз в Cakewalk в конце 90-х годов. Это звучит карта SoundBlaster AV64 и миди-партии. КОНЕЦ КОНЕЦ Позже Cakewalk развивался. Был переименован в Cakewalk Audio, что подчеркивало умение его работы не только с миди, но и цифровым звуком, оцифрованными партиями, вау-дорожками. Постепенно Cakewalk обрастал новыми функциями, поддержкой новых технологий, начал поддерживать виртуальные инструменты, поначалу в формате DXI. И со временем Cakewalk переименовался в Sonar. Sonar развивался, но меня он перестал почему-то устраивать. Я перешел тогда на Cubase и Nuendo и потерял Sonar из виду. Sonar же на пике своей популярности был куплен компанией Roland. Roland продвигал Sonar уже под своим крылом и затем у Roland уже в 2000, не скажу в каком году, но уже после 2010 года у Roland Sonar был перекуплен Гибсоном. Одновременно с этим от разработки Sonar отошел или его отошли ключевой разработчик Sonar, собственно, тот, кто его начал программировать еще в 90-е годы. Гибсон начал продавать Sonar под своим брендом, затем сам Гибсон был перекуплен Филлипсом и Филлипс остановил разработку Sonar. В это время за плечами Sonar уже было 30 лет разработки. Это целое поколение звукорежиссеров, это множество студий, использовавших Sonar, множество музыкантов, использовавших Sonar, групп, например, рэперы Wu-Tang Clan, они использовали именно Sonar. И вот все, вот целый сегмент индустрии звукорежиссуры заходит в тупик. Их основной рабочий инструмент больше обновляться не будет. Вот будут работать старые версии до поры до времени, пока там что-то в Windows не поменяется или какие-то обстоятельства. Вот все, что делать? Непонятно. Проходит небольшой промежуток времени и интеллектуальную собственность, связанную с Sonar, покупает молодой сингапурец по фамилии Менг, третий сын магната, который продает пальмовое масло. Этот Менг получил образование в Англии и сам увлекался и увлекается музыкой и основал компанию BandLab, которая создала социальную сеть для общения музыкантов, чтобы они находили друг друга, создавали виртуальные группы, работали в сети над одними и теми же проектами. Очень интересная штука этот BandLab. Кроме прочего, Менг покупает 49% акций журнала Rolling Stone и приобретает, ну, в общем, по всему миру, в том числе в Сингапуре, покупает разные околомузыкальные дела и присоединяет их вот к своей музыкальной империи. Что же делает Менг с Сонаром? Он нанимает часть разработчиков Сонара, он возвращает Сонару прежнее имя, Cakewalk, и Сонар, который раньше продавался Гипсоном за 500 долларов, Менг начинает раздавать этот Сонар бесплатно. Причем, вкупе с Сонаром идут плагины, не все плагины, которые шли в комплекте с Сонаром, но довольно внушительное количество. Все, что для этого нужно, это зарегистрироваться на BandLab, скачать оттуда программу BandLab Assistant и уже из нее вы можете скачать Cakewalk. При этом Cakewalk полноценно установится на ваш компьютер. Причем он себя, вне зависимости от того, какой вы ему скажете, какой вы ему укажете диск для установки, он себя все равно, части своей раскинет и на диск С. Как бы ни было, я заинтересовался этим аттракционом невиданной щедрости, скачал Cakewalk, и сейчас поделюсь своими впечатлениями о нем. Расскажу о функциях Cakewalk. Самое время мне переместиться в маленькое окошко в углу экрана. Ну и я надеваю на себя наушники. Вот такое окно видит каждый, кто запускает Cakewalk впервые. Ну, почти такое. Тут у меня уже сделаны некоторые проекты. Отмечу, что Cakewalk переведен на русский язык, его интерфейс, кроме некоторых надписей. В качестве демонстрации тут прилагается уже композиция от Чернобыль Studios, но я ее включать не буду. Давайте, создавая новый проект, мы пройдемся по некоторым основным функциям Cakewalk, и посмотрим, на что он способен. Я нажимаю создать проект, и у нас спрашивают, ну, какой проект создать? 16-дорожечный, 4-дорожечный, просто пустой или базовый. Ну, давайте базовый создадим. При создании базового проекта вам дается две дорожки. Одна MIDI, другая аудио. Сами по себе, MIDI-дорожки бесполезны без подключения к ним виртуальных инструментов. Поэтому мы сразу создадим дорожку с виртуальным инструментом. Замечу, что в отличие от, например, Reaper'а или Ardora, вы не можете на чистую MIDI-дорожку навесить MIDI-инструмент. Для этого надо создать отдельную дорожку и выбрать в пункте меню «Добавить инструмент». Вот тут у нас спрашивается, какой именно инструмент создаем. Мы в меню выбираем C-Drum Kit. Инструменты и плагины в Cakewalk'е раскиданы по тематическим меню. Вот drums, барабаны, например. Выбираем барабаны, нажимаем на «Создать». Вот открылось окно виртуального инструмента с барабанами. Можно постучать по ним мыши, можно постучать по ним на MIDI-клавиатуре. Вот здесь скрыт выбор патча, выбор звукового банка, то, как будет звучать ваша ударная установка. Вот, например, Big Room загружаем. Это встроенная в Cakewalk ударная установка. Давайте еще что-нибудь включу. В общем, вот такая замечательная драм-машина. Но, кроме игры на MIDI-клавиатуре, мы можем, разумеется, прописать эту же мелодию нотами. Для этого мы переходим на дорожку и выбираем в контексте меню окно, вот, на выбор. Окно ленточной нотации, это piano roll, перевод, конечно же. Ну, все люди говорят piano roll, а тут окно ленточной нотации. Так никто не говорит из музыкантов. И вот пошаговый секвенсор. Он больше похож на традиционную драм-машину. Давайте я его включу. Вот тут мы квадратиками рисуем партию. Давайте послушаем, как она звучит. Для удобной работы с петлями, а партии ударных в основном состоят из петель, Cakewalk предлагает следующую технологию. Вот мы уже нарисовали простейшую партию ударных. Тук-тук-тук. Давайте сделаем ее более очевидной. Теперь мы ее сместим к самому началу, и мы хотим поиграться с этой петлей, наворотить ее. Для этого мы нажимаем тут, вот кнопочку, подгонка границ петли к выделению. Опа! И включается одновременно кнопочка петли. Теперь, если мы пустим композицию на воспроизведение, то будет в цикле воспроизводиться этот короткий фрагмент. Вот теперь мы поиграемся немного с этой петлей. Да, единичный щелчок на квадратике ставит ноту, а правый щелчок снимает ее. Вот так мы ставим, выключаем. сменим звучание. Теперь, допустим, мы хотим эту петлю размножить по дорожке. Это можно сделать двумя способами. Один способ это просто скопировать и вставлять, но есть более интересный способ. Нажимаем на правую кнопку мыши, и вот тут есть зацикливание МП клипа, ну или Ctrl-L. Теперь, после этого, когда мы создали из этого фрагмента петлю, если мы будем изменять границу этого клипа, то петля будет повторяться, размножаться по дорожке. Вот мы это и сделали сейчас. Повторюсь, что никто не мешает с той же петлей работать и в традиционном пианороле. В итоге у нас получилась вот такая партия ударных. Снимаем петлю. Если щелкаем по дорожкам, то слева появляются свойства дорожки в виде так называемого Pro Channel. Справа всегда находится канал выхода, мастер-канал. слева от мастер-канала текущий канал. Да, интерфейс хэк-волка построен таким образом, что всплывающих окон очень мало. Все разнесено на вкладки, которые переключаются вот здесь внизу. Например, микшер скрывается на вкладке консоль, пошаговый секвенсор своя вкладка, ленточная аннотация, но пианорол своя вкладка. что до каждого канала, то он тоже имеет по вкладочке MIDI и аудио. На аудио канале вы можете навешивать на даже MIDI-партию вы можете навешивать плагины, которые относятся к обработке цифрового звука. а на вкладочке MIDI вы видите разные параметры относящиеся к MIDI. Давайте навесим на эту дорожку какой-нибудь эффект из числа встроенных в Cakewalk. Добавить эффекты аудио. Вот допустим мы навесим на дорожку ударных гитарный эффект процессор, который мы разберем чуть позже. давайте сейчас выберем в нем какой-нибудь пресет. Гитарный эффект процессор, кроме того, что предоставляет вам бесплатный цифровый тюнер, он позволяет эмулировать множество популярных комбиков, примочек и так далее. Давайте мы пропустим нашу партию ударных через гитарный этот эффект. с этим мы поиграемся когда обратимся к гитарам. Давайте посмотрим как добавляется теперь партия синтезатора например. Снова идем в контекстное меню добавить инструмент. Выбираем давайте посмотрим какие есть синтезаторы в самом Cakewalk у меня тут уже есть и другие синтезаторы вот в разделе General MIDI Cakewalk TTS создать это замечательный синтезатор который предоставляет набор стандартных MIDI инструментов и некоторые дополнительные MIDI инструменты тут у нас 16 каналов на каждый из них можно посылать MIDI сообщение вот так сказать голых MIDI каналов указывая им порт выходной теперь если мы будем играть вот на эту нашу пустую MIDI дорожку то будет осуществляться посыл на этот MIDI синтезатор на конкретный его канал что до инструментов или патчи то они вызываются не очень удобно надо щелкнуть левой кнопкой мыши на название инструмента и вот выбрать просет и тут уже много рубрик пиано орган гитара ну давайте орган церковный выберем стандартные MIDI инструменты и они довольно прилично тут звучат особенно если потом на них какие-нибудь эффекты накладывать обратите внимание на вот эту вот кнопочку которая присуща каждой дорожке эта кнопка мониторинг или прослушивание канала если она выключена то когда вы играете на канал то он звучать не будет в кейкволке с этим связан некоторый глюк потому что некоторые каналы не хотят выключаться вот этот мониторинг не хочет выключаться это глюк который присущ программе которая продавалась за 500 долларов но сейчас к счастью раздают бесплатно и вот как видите я могу выключить прослушивание для синтезатора но для драм машины это прослушивание почему-то не выключается хорошо посмотрим еще какие синтезаторы синтезаторы для дорожки можно сменить выбрав его вот тут в контекстном меню заменить синтезатор в комплекте идет замечательный синтезатор хелм хелм относится к свободному программному обеспечению он существует в версии для линукс вот мы сейчас запустим этот хелм вот как выглядит хелм у него множество различных пресетов лид тоже рубрифицированные синтезатор внимательные зрители могли слышать что сейчас одновременно звучали ударные и синтезатор это потому что мониторинг для ударных не выключается о сейчас он выключился давайте теперь поверх партии ударных мы запишем партию синтезатора для этого сначала надо на дорожке нажать на кнопочку записи затем нажимаем кнопочку записи уже на ну пульте управления стойте выключим сейчас эффект навешанный на синтезатор так чтобы звучало все тихенько вот такую вот мы записали небольшую партийку внимательные зрители слышали метроном метроном при записи включается автоматически чтобы выключить надо нажать на кнопочку метронома и вот отключить снять чтобы он не звучал и при записи очень раздражает так теперь когда мы уже посмотрели вот снова синтезатор не хочет сниматься прослушивание а теперь хочет вот тут недоработочка в такой солидной программе и недоработочка теперь посмотрим в общем клавишники будут довольны записанную партию разумеется можно править потом в пианороле вот она как выглядит можно масштабировать это записанные нами ноты сыгранные можно теперь с ними что-нибудь делать как-то перемещать их редактировать так вот мы и подобрались к записи гитары перед этим отмечу что вправка настройка надо сделать некоторые предварительные настройки тут в настройках есть секция аудио и в ней воспроизведение и записи ставим галочку навсегда выводить аудио через эффекты и выключаем отключать мониторинг входа при воспроизведении жмем на ок больше пока тут ничего не трогаем создаем новую аудио дорожку это делается через правую кнопку мыши добавить дорожку аудио либо в случае проекта по умолчанию такая дорожка уже есть можно ее переименовать вот мы ее назовем гитара устанавливаем устанавливаем вход с которого будем записывать вот тут он выбирается у меня выбран стерео аудио дельта я буду записывать гитару через микрофонный вход в простейшем случае на встроенной видеокарте есть микрофонный вход с некоторым усилением вот в индовом системном микшере можно для микрофона увеличить уровень усиления и добиться какого никакого уровня громкости я же буду писать так я гитару подключил в микрофонный вход микшера а микшер подключен к линейному входу звуковой карты комбинации подключения может быть множество если вы уже писали электрогитару на компьютер то вы сами умеете все подключать при записи в кейкволк если вам нужно раз и навсегда жестко прописать конкретный звук конкретной примочке конечно можете использовать примочку но я советую пойти другим путем хотя никто не отменяет замечательный звук примочек аппаратных но вот сейчас просто как звучит простая гитара на дорожке мы включаем кнопочку записи и кнопочку ретрансляции они должны быть включены перематываем композицию к началу наша партия ударных звучит замечательно сделаем ее чуть погромче теперь итак ну простое звучание электрогитары причем еще и расстроенной потому что она у меня только что упала на пол и колками давайте теперь навесим на чистый звук электрогитары эффект один из эффектов встроенных в кейк вок для этого мы вот выбираем дорожку с гитарой здесь ли или в микшере когда мы ее выбираем она становится активной вот тут слева вот мы ее выбрали чтобы было очевиднее цветами раскрашу как выбирать кстати цвета для дорожек да вот так мы берем делаем дорожку текущей потом переходим тут на вкладочку трек и выбираем цвет вот теперь у нас ударный будет фиолетом гитара такой зелененькой очень красиво так теперь мы перематываемся опять же к началу для гитары мы идем в добавить эффекты аудио точнее аудио подменю гитар и th3 вот открывается такой пока что пустой эмулятор гитарного эффект процессора с тюнером можем включить тюнер попробуем поиграться с некоторыми эффектами выбираем сначала один из банков потом просет вручную все это можно выбирать вот из правого меню где нам доступен огромный набор виртуальных комбиков эффект процессоров общую форму песо пятую десерт десерт раз поиск 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 Субтитры создавал DimaTorzok Давайте теперь мы запишем что-нибудь на дорожку партии электрогитары Перематываем песню в самое начало Это у нас уже все включено Теперь осталось только нажать на кнопочку RECORD Ну и чтобы мы видели всю нашу нехитрую композицию Вот тут кнопки масштабирования есть Записали, отключили, теперь слушаем как оно звучит Давайте подровняем эту запись И превратим ее в петлю Теперь мы запускаем ее в петле Или давайте мы петлю пустим по размерам ударной партии Вот так лучше будет Теперь мы запускаем И поиграемся с эффектом в реальном времени Потому что эффект он накладывается виртуально Вы можете его включать и выключать С эффектом Без эффекта С эффектом Без эффекта Сейчас мы поиграемся с эффектами Запускаем наш гитарный эффект процессор ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Таким образом мы можем Безконечно экспериментировать со звуком Вместо того, чтобы раз и навсегда Записать звук одной аппаратной примочки И надо сказать, что Меня очень впечатлил этот плагин TH3 Потому что тут столько разных комбиков и прочего И можно с нуля построить какую-то свою систему Вот мы делаем для этого пустой стол И начинаем перетаскивать туда Разные комбики Соединять их между собой Причем Звук от комбика берется микрофоном Так вот тут можно эти микрофоны перемещать виртуально Кроме того Можем добавить кроме комбика И виртуальные примочки Например, Tremel, AutoVac, Expander, Volume, Fuzzer, Flanger Соединять их виртуальными кабелями Послушаем После того, как мы записали все наши партии Мы должны отрендерить наш проект в WAV В WAV файл, чтобы потом что-то с ним делать Распространять в интернете Конвертировав в другие форматы Для этого мы отправляемся в меню Файл, Экспорт, Аудио И выбираем имя, куда рендерить этот файл Например, 0.4 WAV Для распространения музыки Мы выбираем частоту дискретизации 44 кГц 44-100 Гц Разрядность 16 бит Ставим И жмем на экспорт Для фильмов обычно выбирается 48 кГц Жмем потом на экспорт Я сейчас не буду жать на экспорт При этом следует помнить, что Cakewalk рендерит Если у вас есть выбранный какой-то фрагмент То Cakewalk отрендерит только его Если снять выделение, Cakewalk отрендерит всю партию Но я сталкивался с такой фигней, что Cakewalk просто не рендерил определенные партии Это тоже глюк Cakewalk Но с глюками можно жить Учитывая очень богатые возможности программы И просто замечательные встроенные эффекты и инструменты Которые пригодны именно для, пожалуй, рок-музыки Это замечательная драм-машина, которая меня впечатлила И по дизайну, и по звучанию И замечательный гитарный эффект процессор Я же буду завершать свой, наверное, затянувшийся обзор К тому же я не уверен, что он у меня технически получился хорошим Потому что в определенный момент съемок я забыл нацепить микрофон И когда вспомнил, пришлось целый кусок видео переписывать Но, возможно, тогда пробел некоторый в моем рассказе Итак, BandLab Cakewalk Замечательная программа, особенно для рок-музыкантов Я плотно сейчас работаю с тремя программами Это Reaper, Ardor под Linux, Reaper под Windows И вот мне понравился Cakewalk Кратенько сравню эти три программы Reaper очень гибкий, может все Пожалуй, это самое лучшее доу Но Reaper почему-то перестал меня вдохновлять Ardor более вдохновляет меня, чем Reaper По качеству Ardor стоит на одном уровне с Reaper По стабильности И для меня Ardor более удобен Он более аналоговый, что ли Но! Недостаток качественных плагинов для Linux вообще Это большой минус И вся эта мощь Ardor, все его функции Вся его отточенность Она ограничивается ограниченным количеством хороших плагинов Я сейчас отвлекаюсь, потому что Котенок, звукорежиссер Рудольф Начинает дергать провода И, наконец, Cakewalk Замечательная программа, очень удобная Продуманная, очень продуманная концепция работы Мне понравилось, как петли создавать То да сё и внушительный набор встроенных инструментов и эффектов Но глюки, с которыми сталкиваешься на каждом шагу Они, ну, не то чтобы сильно мешают работать Но никогда не знаешь, чего ждать Сейчас вот, если мне на выбор Дать Написать с нуля композицию под Windows В Reaper или в Cakewalk Я, невзирая на глюки Cakewalk И на то, что Reaper, в принципе Предоставляет, в принципе, больше возможностей И гибче он И как-то более открытый, что ли И более стабильный Но я почему-то вот выберу Cakewalk Именно из-за понравившегося мне ощущения от этой программы Мы со звукорежиссером Рудиком прощаемся с вами До новых встреч Всем пока Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok